19 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени его команда предложит механизм для воплощения в жизнь одного из предвыборных обещаний – экономического паспорта украинцев. По нему все дети, рождённые в Украине до 18-летия, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, сказал президент. Средства будут накапливаться на персональном депозитном счёте несовершеннолетних. После достижения 18-летнего возраста эти средства можно будет потратить на получение высшего образования в Украине. Накануне СМИ сообщали, что экономический паспорт ведут для детей, рождённых после 1 января 2021 года. Однако пока проект не презентован, поэтому детали новшества всё ещё остаются невыясненными. Предполагается, что экономический паспорт будет способствовать дополнительному созданию рабочих мест и повысит уровень доходов украинцев. Также в Киеве провели очередное заседание СМБО под руководством президента Владимира Зеленского. После совещания глава государства озвучил главные итоги. На основе предложения СБУ были применены персональные экономические санкции, заблокированы активы, ограниченные торговые операции и транзит ресурсов. Также аннулируют лицензии и спецразрешения на пользование и добычу недр Украины относительно 19 компаний, которые, по мнению силовиков, получили эти лицензии по заниженной цене. Зеленский напомнил, что согласно Конституции недра собственность украинского народа. Также поддержали персональные санкции против 27 человек. «Мы ожидаем и поддерживаем введенные санкции относительно отдельных лиц со стороны Европы, США и других международных партнеров. Это решение можно описать двумя словами. Логично и удивительно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И удивительно, что это не сделали начиная с 2014 года», – сказал Зеленский. Кроме того, стало известно о введении максимально жестких санкций в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Секретарь СМБО Алексей Данилов подчеркнул, что часть тех, кто оказался в санкционном списке, ранее были гражданами Украины, но сегодня это уже граждане страны-агрессора. Данилов также напомнил о приговоре, который вынесен в отношении Виктора Януковича. Он осужден по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Решение суда уже вступило в силу. Отдельно президент Зеленский коснулся темы коронавируса, которую не выносили на обсуждение СМБО. Он отметил решение местных властей об ужесточении ограничений. Однако, в отличие от локдауна января 2021 года, власти не продумали механизм компенсации бизнесу, который вынужден прекратить работу. По словам Зеленского, именно этот фактор стоило учитывать, принимая подобные решения.